Кризис не миновал. Он пророс корнями в разные сферы бизнеса и в 2016 году начал приносить плоды. Министерство Михаила Мени поставило перед регионом задачу в 2016 году ввести 275 тысяч квадратных метров нового жилья. При всем уважении к экс-губернатору реализовать этот план не удастся. По итогам 10 месяцев введено 98 тысяч квадратных метров жилья. А в целом же за год Департамент строительства и архитектуры рассчитывает лишь на 175 тысяч квадратных метров. И это на 100 тысяч квадратов меньше планки Минстроя. По экспертным оценкам продолжительность любого экономического кризиса составляет порядка 5 лет. Поэтому сейчас мы корректируем показатели ввода жилья до 2020 года в сторону уменьшения. И выйти на годовой уровень ввода жилья в размере 275 тысяч планируется только в 2020 году. Своим детищем застройщик доволен. Говорит, простоит этот дом на улице Фурманова в Иванове по меньшей мере 100 лет. Возводили объект 2 года. 17 этажей, 87 квартир. Ставка на качество и комфорт. Строили за счет собственных средств, брали кредит в банки и дольщиков привлекали. Никого не обманули. Дом на стадии сдачи в эксплуатацию. Сегодня у застройщиков тоже тяжелые времена. Кризис очень больно ударил по застройщикам. И самое главное, многие из них сворачивают свои планы, уменьшают объемы будущего строительства. Это печально. И, на мой взгляд, еще одна беда, возможно, в этой ситуации. Конечно, я не хотел бы, чтобы это, не дай бог, случилось. Но мне видится, что некоторые застройщики не смогут выполнить своих обязательств перед дольщиками. Владимир Викторович, директор компании застройщика, рассказывает, планы на продажу квартир были куда более оптимистичными, чем вышло на самом деле. У покупателей нет денег, приходится уступать в цене, фактически наступая себе на горло. Иначе никак. С нового года за непроданные квартиры застройщики будут платить налог. С 1 января еще возникает налог на имущество у юридических лиц. Вот те квартиры, которые застройщик не смог продать, он будет еще нагрузкой облагаться налоговой на имущество с тех квартир, которые не проданы. Это тоже больно ударит по застройщику. Свои 9 тысяч квадратных метров нового жилья компания Владимира Викторовича в копилочку региона принесет. И на этом бизнесмен планирует взять паузу до лучших времен. В сфере строительства он с начала 90-х и говорит, что такого тотального обнищания еще не видел. Денег у людей действительно нет. И не только на новые квартиры. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.